Бурные потоки воды буквально со скоростью горной реки движутся поперёк дорожного полотна. Свои правила движения на этом участке дороги Маршанск-Шацк-Старотомниково со вчерашнего дня установила стихия. Река Серб вышла из берегов и разлилась по дороге. Асфальт не выдержал такого напора и провалился. На этом участке дороги было заложено две полутораметровых трубы, моста не было сразу, которые не справились с количеством поводков вод. Вода пошла через дорогу, произошёл разбыв. В результате образовался разбыв метров 10-12, который не позволяет сейчас осуществлять движение по данной дороге. Вы видите, что здесь сейчас работает техника. В ближайшее время будет за счёт строительных материалов грунта ликвидированный этот разрыв, чтобы обеспечить проход и проезд лёгкого транспорта в село. Сообщается, что работы по отсыпке аварийного участка начались ещё утром. Всего задействовано три экскаватора, бульдозер и шесть самосвалов. Пока переправа не налажена, попасть в населённые пункты на той стороне можно в объезд ехать где-то около получаса. Но для экстренных случаев тоже есть выход. Помочь перебраться, что называется, с одного берега на другой помогают местные рыбаки. Сообщают, что лодочную переправу в месте подтопления организовали сразу после того, как был обнаружен провал. Здрасте! Как добрались? Как добрались, расскажите? Нормально! Оксана Липатова из села Старотомниково. Это один из населённых пунктов по ту сторону обрыва. Всего там проживает около 600 человек. Женщина спешит на работу. Ничего, нормально. Было хуже сейчас вообще. Оригинально. Классно. Я даже не успела испугаться. Сегодня последний день. Прям не знали, что делать. Хорошо. Вот все выручили. Ой, да. У нас сегодня хорошо. Вон продукты завезли. Думали, даже продукты не привезут. Где-то окружными путями проехали. Дорогу нашли. Ну, конечно, машины там намного больше и лучше. Мы думали, сегодня уже здесь сделают. Поэтому сюда приехали. По словам главы района, эвакуация здешнего населения не требуется. Людей готовы обеспечивать товарами первой необходимости и медицинской помощью. На случай ЧП в одном из ближайших населённых пунктов имеется пожарная техника. Стихия. С одной стороны, плохо. Вот эта штука. А с другой стороны, дало возможность. Два населённых пункта здорово подтапливались. Ну, не только надворное построение. Доходил до домов. Сейчас всё произошло. Сброс на 40-50 сантиметров. Отметил, что следят за ситуацией и в прокуратуре Маршанского района. Начата прокурорская проверка. По предварительным данным прокурорской проверки можно сделать вывод о том, что здесь необходимо проведение комплексного расчёта, который позволил бы принять меры по приведению дорожного полотна, который способствовал бы пропуску необходимого объёма ввода. По результатам проведённой проверки будет принято исчерплющая мера прокурорского реагирования. По словам руководителя профильного областного министерства, восстановить повреждённую проезжую часть намерены летом. Под полотном, исходя из расчётов по водосбору, уложат трубы необходимого диаметра. Работы планируют выполнить за счёт местного бюджета, но при необходимости могут быть привлечены региональные средства. Юлия Савушкина, Николай Иванов, Евгений Мещеряков. Область новостей.